В один пасмурный и дождливый день Мирон рисовал, что пора бы нам всем погреться на солнышке. Перелетев всю Европу, мы оказываемся в Азии. Судя по возрусающимся на горизонте горам, мы в самом сердце Анталии. А Анталия известна своим теплым морем, куда мы окнулись не теряя ни секунды. Но самое главное сокровище, которое нас дало в Турции, это встреча с бабушкой и дедушкой. Шесть утра, съест пять, а некоторые живут конфеты. Ранним утром, не теряя ни секунды, мы рисовали окануться в древнюю историю и посетить античный византийский амфитеатр в местечке Аспендос. Несмотря на то, что большая часть этого грейденского поселения лежала в руинах, сам амфитеатр сохранился в великолепном состоянии. Прогуливаясь в тени высоких колоннад, так и освещая себя среди древних мифов. Приятно прикоснуться к античной истории в прямом и фигуральном смысле. А обратно в отель выросли вернуться прямо по морду. Благо у нас было чудо турецкой техники, скоростной автомобиль Амфибия. Закладывая резкие виразы и чуть не растеряя всех пассажиров, за считанные минуты проплыла, или можно даже сказать, пролетела несколько десятков километров. Мирон рисуне отставать, и несмотря на отсутствие прав, и компенсируя нехватку опыта неукротимой смелостью, быстро ринуся вдогонку. А после поездки папа присутствует, в следующий раз он лучше поедет на автобусе. По приезду нас уже ждало следующее разлетение. Осмотр отеля с высоты птичьего полета. Пора над морем, словно бурвестник, и осматривая окрестности, кажется, что вся Анталия лежит перед тобой, как на ладони. Вот только интересно, пока для бурвестников в море... Мирон и тут рисуне отставать, и уговорил папу подняться с ним в воздух. Раз остынет только столько сека волны на большой скорости, то почему бы теперь и не взмыть воздух на огромную высоту? Солнце клонилось к закату, а нам все еще было мало развлечений. Поэтому мы решили не молотиться и научиться ходить по воде. Через пару попыток, а вернее пару десятков попыток, я уже уверенно дерзалась на ногах. Ксюса рисула не отставать. И показала чудеса акропатических кульпитов. И вот наконец-то Ксюса освоила очень полезный навык, без которого никак не обойтись в жизни. Мы полетали и покупались и поныряли. День на море пролетел быстро и весело. Вечернее солнце закатило из-за горы, но нам все еще было мало, и мы побежали купаться в ночной бассейн. А после Узана, Северсена устався и измотаны. Мы послим созыкать дискотеку на всю ночь! Вот так весело и насущенно пролетели наши первые дни в Турции. Субтитры создавал DimaTorzok